День добрый, уважаемые зрители и подписчики, с вами Евгений, канал TheFacePlay. Всем привет-привет, это Волк Среди Нас, он же Волк Хаджана Среди Нас. В предыдущей серии мы смогли встретиться с теневым серым кардиналом города, которому принадлежит по факту вся власть. Зачем он убил двух девушек? Зачем это все было нужно? Что вообще в принципе происходит? Куда вляпался Волк? Об этом в пятом эпизоде. Начинаем. И все же, позволю себе небольшую ремарочку, да, игры, которые выходят эпизодами, все же лучше, наверное, проходить после того, как выйдет последний эпизод. Потому что только что сейчас мне показали все, что происходило на протяжении с первого по четвертый эпизод, самые ключевые моменты. Но беда в том, что если бы я игру проходил не подряд, а с перерывами между эпизодами, честно, я могу сказать, я бы уже ни черта бы не помнил, что бы происходило. Поэтому в моем понимании игра должна быть проходить только после выхода последнего эпизода, чтобы в голове отложить цельную картину. Иначе получается очень-не очень. Но это мое субъективное мнение. Оно может, естественно, не совпадать с вашим. Эпизод пятый. Волк-одиночка. Вы проделали долгий путь. Да, должно быть, вы устали. Более чем. Если мои источники не врут, в последнее время у вас было не так уж много времени на отдых. Вообще минимальное. Пожалуйста, шериф, расслабься. Не хотите что-нибудь выпить или поесть? Нет. Нет. Вивиан делает это очень красиво. Эри. Это элегант. В реальности, капаччо. Это лобстер. Сирлоин. Я здесь для одного причина. И это не есть твоя еда. В реальности? Да. В реальности. Но вообще-то мы садились. Что вы думаете, что вы делаете? Наш гость, и я собираюсь к ним сотрудничать. Не тратите элегант. Сядь, Джерси. Ну так, шериф. Вы не могли бы внести ясность и рассказать, ну зачем пришли? Ты знаешь, зачем я здесь. Ты убил тебя. Не он на самом деле убивал. Фейф и Лили. Не он, не он. Не он. Он слишком высок для этого. А вот это я вновь не помню. Все, что я сказал, что это была твоя город. И ничего не случилось без твоего удовольствия. А вот это уже, скорее всего, так и было. Те женщины. Без восторга признаю, что они были убиты моим рабоим. Я же говорю, не им лично. Это очень неприятная часть дела, но... Обещаю, этот вопрос будет решен. Между нами. Я просто хочу решить решение для вас и выяснить, что это закончится. Вы реально не нужны, чтобы не беспокоиться. Кто? Не беспокоиться. Вы мне скажете прямо сейчас, кто их убил. Шериф, я уважаю вас и вашу работу. Надеюсь, вы это понимаете. Но я не имею права слышать данную информацию. Ну, кстати говоря, допускаю, вполне возможно. Все под контролем. Ты правда думаешь, что мы ведем с тобой переговоры? Я закон, а не ты. Сейчас же мне скажи, кто это сделал. Думаешь, я тебя боюсь? Не боится. Я надеялся, что до этого не дойдет. Но в интересах сохранения нашего альянса, если хотите знать, что это был Джордж, но его сигареты были. Однако, как я уже сказал, я сам разберусь с этим, если бы не против. Очень неподконтрольные подчиненные. Очень. Зачем? 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 Важно. Не уверен, Джорджи. Вот, 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 вот. Началось. Ты смог убить кого-то так вот так. Ты будешь молчать, пока мы будем мешать, что с тобой делать. О-па-па-па-па. Ты просто должен позволить ему делать это. Чувак занервничал. Так, что ты говоришь, шериф? Можно мы поговорим о том, что ты можешь взять Джорджи? Представляй, это подарок. Участливая нашу продолжительную кооперацию. Что за хрень? Давай поговорим. Хорошо, давайте поговорим. Ты не можешь просто мне обновляться. Может. Это не значительных нарушений. Чего без свистов? А это тут как он нарисовался? Прикол в том, что его моментально все предали и продали. Кроме одной девчонки. Поскольку глава его предал, все остальные пацаны сказали, он не с нами. И делай, типа, что хочешь. В принципе, да? Делай, что хочешь. Уйди, ты нас позоришь. Вот, в принципе, да? Единственное, что мне еще здесь не нравится, это то, что сключенный дядечка в конкретном случае не является авторитетом. Его боятся, но боятся не настолько, чтобы... Ну, суть в чем? Он сидит, ведет диалог, и его подчиненные начинают встревать. То пистолетом размахнуться, то еще, в принципе, что-то с чем-то. Он не давал им никакого повода для таких действий. Они должны просто сидеть молча. То есть, да, он для них авторитет, но не авторитет, которого боятся до смерти. Не понимаю немножко. Зачем договариваться, когда можно все решать самостоятельно? Ну, здравствуйте. Ну, только ее здесь не хватало. Ну, только, блин, ее тут не хватало. Я пропустила что-нибудь интересное? Ну, ничего себе, тебя уже подлатали. Ну, я так понимаю, начинается тотальное избиение. Опять все против одного, а? Честная драка называется. Ты закончил, волк. Давай, сейчас. Ничего подобного. Разбирайтесь тут самостоятельно. Разбирайтесь самостоятельно. Выруби, но не убивай. Как-то не очень пошел хорошо договорной процесс. Мягко скажем, не очень хорошо. Давай, Dr. J. О, черт! Я знаю, я знаю. А вот тут немножко здесь случилось. Молодец! Прям красавец! Я представляю, насколько будет взбудоражен весь город. Что это было? Что это было? Это был я, чувак. Это был я! Так, попытается сбросить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не пройдет фокус. Да ладно. Давай-давай, вставай, вставай, вставай. Побежали-побежали-побежали. Ладно. В свой клуб идёт. Интересно, откуда у него одежда? Ну, никуда он не денется. Холи щит. Давай, мы не можем остаться здесь. Держи, я нужна минута. Хорошо. Держи, я нужна минута. Я надеюсь, ты мне слишком много, чтобы дать мне идти. Я беру тебя, Джордж. Пойдем. Ты меня понесёшь? Ну да, если придётся. Почему ты его защищаешь? Ну это понятно, что никуда не уйдёшь. Зачем ты его защищаешь? Слушай, я знаю, он сделал пару ошибок, как и все мы. Пару? Ты сама такую же носишь. Знаешь, этот человек убил? Я не хотела. Ты же знаешь, у меня не было выбора. Какого хрена? Ну что ты должен был? Зачем? 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 Слушай, Вера и другие собирали свалить от нас, чем скрюченный дядьчиком был не очень доволен. Но, конечно же, Большой Воский захотел брать свои руки, поэтому сказал мне, чтобы я позаботился о них. Ты думаешь, я не знаю, что это значит? Или я сделаю, что сказали, или позаботиться обо мне. Так что я их убил и убил их снова. Вы виновны оба. Виновны оба, по сути. Верь во что хочешь. Я вижу, ты уже понял решение. Неважно, правда это или нет. Давай, арестуй меня. Но это не вернет или или веру. Не освободи твою подружку Нарису, а я лишь козелу отпущения. Наверное, так легко быть тобой. Просто приходишь и обвиняешь меня во всем дерьме. Естественно. Но что я должен сделать? Ты не знаешь, что это значит, Бигби. Как бы ты знаешь? В конце дня ты просто как ему. Хлопит. Ну, серьезно. У тебя была возможность отпустить их, но ты этого не сделала. Ты не знаешь, что за черт не несешь. Если я их освободил... Ну, его бы порешали скорее всего. Что ты мне делал? Килл? Или они, или Вивиан. Так скажем, если вы освободили, значит она должна умереть? Ты все равно думаешь, что я умереть? Что ты делаешь? Что ты имеешь в виду? Что ты говоришь? Это оригинальное. Не понял. Девушка с ленточкой. Уверен, ты слышал о сфере. Не можешь снять, не можешь сказать об этом. Она использовала свою ленточку, чтобы сделать больше. Чтобы наши девочки молчали. Для абсолютной негласности. Вся магия соединена в этой маленькой штучке. Имея ленточку, заклятие снято. Они все свободны. Но знаешь, что с ней произойдет? Он ее любил. Твои? Ооо, как все запущено. Мы гарантируем негласность. Это должно было быть нашим местом. Мы собираемся быть главными. Хотя бы раз. И никто не должен был нам помыкать. В этом был смысл. Потом появился скрюченный яичек. И все обратилось в говно. Ну так теперь ты понял, почему я не мог просто их отпустить. А йоги зачем? Что ты делаешь? Брэйк! 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 Мы найдем другой способ. Она не должна умирать. Дубль два. Брэйк! 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 Моя жизнь разрушена. И я там твоей совести. Ни хрена не понимаю. Брэйк! Брэйк! Это моя жизнь! Мне отошнит от того, что ты считаешь, что могут делать что угодно с моей жизнью. Я думала, тут все будет иначе. Но все по-прежнему хреново. Брэйк! Ты думаешь, что я хотела быть такой человек? Что я сделал для Фейфа и Лили? Для всех их! Брэйк! Я... Каждый день мне приходится смотреть Гвен и Ганс в глаза, притворяясь, что мне наплевать. Мне приходится забывать про то, что я сделала с ними. Что забрала у них. Я смотрю на Нерису и ненавижу себя. Вивиан! Я не могу больше притворяться. Вивиан! Не! Вивиан! Нет! Опа! Брэйк! Нет! 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 Почему ты должен делать это, Вивиан? Вивиан! Брэйк! Ты счастлива сейчас? Это то, что ты хотела? Охренеть! Я не блядь! Я просто... Ромео, блядь и Джульетта. Ну и похоже, коньки отдаст он тут же. Да. Охренеть! Охренеть! Ухренеть! 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 Поехренеть! Не думай так, Бигби. Ухренеть! Он не жилец. Ухренеть! 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 Старолетьяный завод у реки, понятно? Металлургия Шепарда. Он будет там. Ебаный, мудак. Ты хочешь меня отчасти? Нет, зачем? Ты планируешь меня сначала? Ребят мои лапы один за один. Это то, что ты хочешь сделать, да? Нет, нет, нет. Ты и так мучаешься. Это не кто я. Проверь, тогда. Нет больше игроков, хорошо? Мы оба знаем, что это как раз. Давай. Может, по шее было лучше? Ну, в принципе, так тоже. Ромео и Джульетта. Закономерный конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Прямо охранительно бодренько на самом деле Прямо охранительно бодренько на самом деле Вы знаете, я боюсь показаться банальным, но я немножко вообще не понял, что, блядь, происходит Вот, то есть, по сути, девчонки хотели уйти Но поскольку на них повязали эти ленточки А уйти они уже не могли Джорджи был вместе с девчонкой, которая носила эту ленточку То есть, по сути, они... Но он ее любил, по-хорошему, да И чтобы отпустить тех, кто хотели взбунтоваться Ему надо было или убить их, или убить ее Соответственно, он выбрал первый вариант Жесть, короче Просто Тупо Жесть Фух Да Я на самом деле предлагаю текущую серию закончить Я не знаю, сколько она по времени будет Она будет ли очень короткой, или она будет очень длинной Вот Но на самом деле, я бы, да Я бы, наверное, все-таки на этом все серию закончу Потому что слишком здесь эмоциональный накал очень большой Да, очень большой По сравнению, например, с предыдущей серией Здесь накала эмоционального гораздо больше То есть, сначала это накал эмоциональной разборки Потом накал эмоциональной Это все-таки Как сказать То, из-за чего все началось И чем все закончилось Ромео и Джульетта А уже скрюченный дядечка тогда будет, в принципе, отдельно В отдельной серии И там будет Под Так сказать, будем Вваливать пистоны скрюченному дядечке Да, вот так Ох Наверное, одна из самых эмоциональных серий Во всей игре На текущий момент С вами был Евгений Канал TheFacePlay Если вам понравилось, ставьте лайк Пишите, если вам что есть, что написать Пока-пока И до новых встреч